Такого хрена ты пришел? Ты пришел кино снимать? Ну снимай, тебе дают задание, снимай! От былого советского кино остались лишь силуэты, едва разглядимые образы. Здесь угадывается Витцинт и два других актера, которые снимались в фильмах. Сегодня мы пришли на премию «Золотой орел», которая проводится в самом кровоточащем эпицентре русской души. Расскажите, как вы думаете, насколько для кинематографиста важно признание в качестве премии? Я думаю, важно, наверное. Это, во-первых, радость, потом описывается факт, поднимается тонус, и еще лучше будешь улыбаться и добрые дела делать. Моя натура, я добрый. Имелось в виду премия для творца. Насколько она важна? Насколько она важна? Вы знаете, очень важна. Для всех важна. В какой-то степени не важна. Она важна. Очень важна. А самому человеку, который, как без пряника, сколько ж можно. Через 5-10 лет транслировать, допустим, по церемонии «Золотого орла» или по церемонии «Золотого витязя» будет гораздо престижнее в мире, чем ныне в «Оскаре». Потому что Россия должна быть законодательницей духовной моды в мире, а не Голливуд. Вот так вот должны выглядеть настоящие звезды. Нет, настоящие звезды должны выглядеть так. Для слепых обрисую ситуацию. Здесь эстонский актер и женщина смотрят друг на друга в зеркало. Двое влюбленные. Они смотрят в разные стороны. Понятно, что разрыв не за горами. Но самое главное, обратите внимание, в зеркале не видно камеры. И именно этому учит ВАВГИКИ. Сегодня мы пришли на 32-й фестиваль ВАГИКИ. Все-таки у меня детство и юность, в общем-то, было похоже на оптимистическую трагедию. И то, что он немножко, выпив, похулиганил в магазине, на трое суток забрали в милицию. Делать себя более таким интеллектуальным, что я был в детстве, нет. Я не родился так, чтобы влюбиться в одного и на всю жизнь. Не было, как у некоторых, увлечений. Вроде бы я тоже должен любить Тарковского, да? Но дня три я ходил для себя расшифровывал. Думал в троллейбусе, метро. Не хотелось быть дураком. Думал, что ж такое восхитительное это? Что ж так все восхищаются? Критик. Но, однако, я не в восторге, видимо, от того, что я не тонкий интеллектуал и не тонкий ценитель кинематографа, к сожалению. Но таким родился. Когда я пришел в Афгик уже ректором, вот сначала расстроила такая разобщенность. И все-таки у нас была такая жизнь, какая-то еще была жизнь, хотя, конечно, многое потеряно. Но для себя какое будущее? Пожить так, в стороне, на заслуженном отдыхе, в карьеру руководителя я так для себя надолго не загадываю. Мы попытаемся вернуться на премию «Золотой орел». Какой лучший бой иметь режиссер образования? Многие пришли там из грузчика, из официантов масса. Раньше считал, что архитектурно. Данелий всегда так говорил. Почему? Не знаю. Я, в общем-то, за то, чтобы люди получали, чтобы способные люди получали образование. Хотя... Прежде я думал так, что только профессионалы могут сделать что-то путное, пока мне не показали фильм, снятый на камеру. Я удивился вообще, как это возможно. Ну что ж, это место не такое старое, чтобы изучать азы советского кинематографа, поэтому отправимся в еще более ностальгическое, доброе и светлое место – музей кино на Маяковской. Фу, блядь, дом кино. Ну почему они одинаковых называют? Забытое ощущение, когда полный зал в доме кино. Мы находимся в руинах былой славы отечественного кинематографа в доме кино на Маяковской. Сегодня здесь происходит долгожданный юбилей Гайдая. Именно здесь, рядом с этими улетающими в космос тракторами, люди будут участвовать в величайшем советского кинематографа... Камедиографа. Какой замечательный Леонид Гайдай. Мы с ним оба достаточно известные люди. Где-то пересеклись и стали друг другу просто, и подружились. Он был членом партии, и, конечно, это нас как бы сближало. Он действительно знал некие тайны про всех нас. То, что он хулиган, выпивал, не выпивал. Он наверняка хулиган или не хулиган. Комплексы. Он считался, занимается второсортным телом. Если бы ему дали фильм, он даже мог бы и в Голливуде блеснуть. Никто не смог и не сможет уже больше никогда. В том числе и он сам. Если сделать юмор, как в прошлое время, в застойное. Раньше, хоть мы были бедные, но была стабильность. Кусок хлеба всегда был. Глупости. Я категорически против. А сейчас людям еще труднее жить. Счастливые семьи. Прямо даже до противного. Из-за папы, мамы, ребенок. Ведь, как говорил Александр Белинский, русский критик. Знаете, у Белинского написана замечательная фраза. Это все там гамлеты. Все мы гамлеты. Ты, вы, я, и он. Кинофокус. Впервые в нашей передаче мы покажем невероятный трюк. Сейчас здесь появится мой самый любимый собеседник. Отгадайте, кто. Варианты ответов. Пошли. Чик-чик-чик. И появляется... На самом деле я думаю, что я ничтожная фитюлька. АПЛОДИСМЕНТЫ